Здравствуйте! Мы продолжаем цикл наших онлайн-экскурсий по Измайловскому парку культуры и отдыха. Сегодня мы подошли к части создания парка культуры и отдыха. Итак, в 1931 году было принято решение о создании парка культуры и отдыха имени Сталина. Назначаются архитекторы Коржев и Прохорова. Основной задачей перед собой они видят функциональное зонирование парка. За основу берутся уже сформированные к середине XIX века сеть дорог и аллей вокруг парка. Центральной магистралью видится главная аллея парка. Центром становится круглый пруд. Вокруг него располагается массово-культурная зона. Здесь находятся игровые площадки, эстрады, павильоны. Остальная территория отводится для тихого отдыха и прогулок. А дачный поселок Измайского Зверинца продолжает существовать, но при этом терпит значительные изменения. Постройки значительно уплотняются и становятся коммунальными. Это все, что мы хотели вам рассказать на сегодня. До встречи в следующем выпуске. Спасибо. Спасибо.